Сокровище Бенящийся водой, бульбочками, пузырьками, как хотите. Кто как называл, это мы сегодня сделаем. И первым сокровищем будет сокровище около жилища Куана. Прежде чем мы его возьмем, давайте посмотрим, что будет, если мы попробуем за ним занырнуть. По поводу жилища Куана, всего того, что было в предыдущей части. Да, действительно, я слишком рано еще сюда пришел. Нужно дальше продвинуться по игровому прогрессу и прийти. И все-таки позже мы чуть-чуть увидим эту великолепную сцену. Я уже так настроился, но рановато пока. Так. Двигаемся к этим пузырькам. Зидану, конечно, впору научиться надолго задерживать дыхание. Ведь представьте, как это круто. Он набирает полные легкие воздуха, всовывает в клюв Чокобо перец и словно торпеда опускается вниз на дно. О, эти древние сокровища на дне Мирового океана. Интересно, как они туда попадали. И еще более интересно то, что мы их сейчас заполучим. Так вот, кормим здесь Чокобо перцем. Он заныривает. Но ничего не происходит. Это место очень глубокое. Во всех других местах таким способом мы достанем сокровища, а здесь нет. И тоже при первом прохождении не сразу я понял, как доставать эти бульбочки. Но сейчас, когда мы в конце предыдущей части с вами подходили уже к краю, там, в жилище Куана, наверное, обратили внимание, что можно использовать мертвый перец. Да. Это тот случай, когда его нужно использовать из локации. И сейчас будет супер прыжок. Супер прыжок. И это будет первое сокровище со дна океана. Так. Там что-то есть на дне уступа в океане. Похоже на пену. Если отказываемся, ничего. А если использую мертвый перец. Смотрите. Не понял. Тут повыше, чем предполагалось. Ага. Разве так было на PlayStation? По-моему, он сразу прыгал. Но в любом случае, накормить Чокобо перцем. И мы ныряем в гору, а не в воду. Потому что я его развернул. Но это идет в зачет. И мы находим сокровище. 9 руды. 15 топазов. Лапу тигра. И карту Алая роза. Так. Сейчас же... О, значит в таких местах есть клад. Сейчас же нужно все продать. То, что лишнее. А то все идет куда-то в трубу. Алая роза. Королевский корабль. Очень классный корабль. Помните, какие события на нем были? Помните, как мы в бочке телепортаторы там прыгали? Как-то там играла мелодия Беатрис такая великолепная. Ах, сколько уже всего, да, мы пережили. Теперь действие исчезло. Ну, помимо карты, мы также взяли... А что мы там еще взяли? Топазы. Так, давайте восполнимся. Пока тут. Какое-то оружие было, да. Одно. Лапу тигра. Самое мощное дальнобойное оружие. Для даггер. Но сначала ей нужно изучить лечение 3. Собственно, описание его не прочел. Восстанавливает огромное количество очков здоровья одной или нескольким целям. Остается еще 4 места. Где у нас сокровища на дне. Заходим в стрена, распродаемся и идем собирать их так же. Давай, поищем другое сокровище. Давай, давай. Ну, то, что я сиганул в гору, это, конечно, забавно получилось. Вообще, он должен был сверху, понятно, нырнуть туда, в бульбашке. Ну, что мы поставим так. Так. Эфиров тоже можно 12 продать. Вот перья феникса на 29000. Нормально. Так. Гицальской тоже можно побольше продать, как и перцев. Все равно еще их накопаем. Отлично. Так, секунду. Отлично. Идем ко вторым бульбочкам. Если помните, несколько частей назад я показывал, что еще есть такие разломы в скалах. То есть, кроме чокографов и всех сокровищ чокоба, которые явные, что уже очень круто, чего очень не хватает современным финалкам, есть еще вот такие скрытые на дни океана и также в разломах, в расщелинах гор. Их тоже будем доставать, но в отдельной части. Сегодняшняя часть посвящена вот сокровищам из океана. так, как бы нам лучше, так, 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 я примерно места всех помню, как будто по звездочке пойдем дать нам скорее возможность спуститься на воду. Зидан точно должен был договориться с чоком в каком-то условном знаке, что если у него заканчивается дыхание, он должен его ущипнуть, и чок должен начать подниматься вверх. Так, вторые пузырьки где-то здесь, вот они, да. Становимся на нужный тайл, кормим перцем. Найдено сокровище в глубине океана. Соломенная шляпа 8 штук, качуша 8 штук, кавайская футболка 8 штук и сандалии 8 штук. Так, футболка 7, да, было, по-моему, я сказал 8. Да, 7, и это не случайно. В общем, это такие сеты, одежды бесполезной, создают южную тропическую атмосферу. Женский аксессуар создают южную тропическую атмосферу, отлично подходят для прогулок по теплому пляжному песку, и гавайская футболка тоже создаёт тропическую атмосферу. Посмотрите на характеристики этих предметов. Они у нас самые первые, то есть маг-защита 3 будет, тут должен, ну, в общем, они полностью нулёвые. И кто-то там предлагал челлендж в комментариях, победить кого-либо в этих предметах, но что-то такое можно поустраивать. Теперь идём за следующими. Кстати, да, пятнышко. Подождите, это я что, могу сейчас его... Серьёзно? Так. Ну-ка отвлечёмся на момент. Я был уверен, что... Как так-то? Что ещё рано? Ну да, не тот предмет, всё правильно. В общем, на этом пятнышке нужно будет использовать другой предмет, потому что я и думаю, что не может такого быть, игра поломается. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Далее. Так, третий получаются. Бульбочки, они вот по центру можно сказать. Карты в северной части. А кто-то может сделать все пять таймингов на момент, когда мы заныриваем в каждый из бульбочек, и я этот комментарий закреплю. Ну, красиво только оформите. Тайминг, тире, там, сокровище один, допустим. Так, используем драконий. Найдены сокровища в глубине океана. Зелье 50 штук, сильное зелье 25 штук, эфир и эликсир. Так, зелье опять продавать надо идти. А вот в следующих бульбочках мы достанем кое-что, если опять же помню правильно. Очень-очень крутое. Здесь такой странный ледник. Так, или они сейчас... Слушайте, это тоже уже вопрос интересный. Может они потом станут доступны, да? Как и с жилищем Куана, я рано пришел сюда. Ага. Да, видимо, да. Я не зря сказал, что это интересный ледник. Ну, во-первых, посмотрите, какое там сияние таинственное. Даже северный кратер напоминает с сифиротом. Да, значит, надо будет позже сюда, друзья, вернуться. Пока нельзя. Вот здесь будут у нас четвертые. Ну, а в нашем случае они станут пятыми. Вот, еще одно болото на забытом континенте. Так, тогда пойдем возьмем еще одни, которые доступны. Играет музыка. Играет музыка. Почти уцелим. Нужно обогнуть забытый континент. И поискать внимательно вот в таких закуточках. Вон они. Играет музыка. Найдено сокровище в глубине океана. Это лекарство. Черная мантия одна штука. Рукавицы гэнди. И карты голубой нарцисс. Ну, теперь есть что покачать по картам. Да, я еще несколько частей назад думал, пойду со всеми там в Александрии, хорошо поиграю. Потом думаю, лучше подоставать эти карты, чтобы уже совмещать обе эти вещи. И игры, и их прокачку. Рукавицы гэнди очень популярная марка рукавиц. Это для Штайнера и для Фреи. Давайте посмотрим на способность Виви Метеор. Четыре. Мы с вами. О, впервые у нас появляется... Как он мне назывался? Дай кота. Карта в переводе. Кот. Коварный. И он говорит, дай мне алмаз. Мяу. Но вместо этого надо дать ему по голове. Ну, можно его сразу вынести. Мяу. Мяу. То есть он косит под доброго монстра, но при этом музыка, видите какая? Да и сам он не очень напоминает доброго. Это такой хитро сделанный кот. А мы оказались еще более хитро сделанными и не дали ему алмаз. Теперь следует показать один опыт от него и семь с половиной тысяч гили. Вот на них, кстати, на этих котах неплохо зарабатывать гили, если нужны. Они вот тут с зелеными драконами на равнинах водятся. Причем возле грота их нет. А так по нему здесь везде. Посмотрите, как выглядит уз кита у Гарна. Красивый посох. Как будто с таким зеркалом, что ли. Метеор. И очень сильная черная магия ВВИ с посохом Высмада. Метеор. Перевязал ранки после Метеора. Он потом, конечно, будет больше наносить урона, этот Метеор. Ха. Интересно. Есть ли какой-то предел в опыте? Может, когда будет 999 тысяч. Или там миллионы уже. Миллионы, да? Да. Шесть миллионов. Шесть пятьдесят восемь тысяч. Хорошо. Десять миллионов, интересно, может быть. Давай, дай кота мне. Не дал. Ура. Освел. Шесть. Вспост. Мы уже видели, как делают противники. И вот так же его делают двери. нам еще надо поесть некоторых врагов и на зимней местности есть еще противники с которыми мы ни разу не сражались в этом прохождении тоже перед тем ходим деревню все это сделаем слабовато так и все же раз уж тема кота зашла сколько у нас алмазов сохранится до всего два алмаза и это животное еще просят их я просто хотел показать что будет когда ему мы даем алмаз так конечно не нужно его давать так секунду на следах чоку посражаться это в седьмой части имеет смысл надоели вы я не против конечно прокачиваемся но так долго я выбирал лягушку что у нас получил но и и и Голубой Нарцисс Карта, вот она Это наш корабль На котором мы сейчас Уже редко плаваем, так как есть Чокобу Мне не хочет попадаться код Так ему паяли жабу Что он запомнил И больше не является Надо даггер Кольцо экипировать защитное А знаете, чего нет В вот этой версии Стима Нет экранов, ставьте диск 1 Ставьте диск 2, диск 3 И диск 4 А там есть Красивые арты Для каждого диска Которые на PlayStation были Надо будет где-то в прошивке показать Так, Виви изучила авторегенерацию достаточно быстро Черная мантия ОМ Плюс 20 Вспышка И двойное отражение Это одни из лучших способностей Мантия Мантия пошитая для черных магов Давайте посмотрим Вспышка Это Зарев Называлась у меня Я потом уже понял, что это Наверное хотели Зарева написать Наносит нестихийные повреждения Красивейшая способность Двойное отражение Удваивает силу заклинаний После отражения Так, но Опять же Давайте сохранимся А то Если сейчас попадется код У нас уже кое-что изучено Потом Что это? Как я это сделал? Я просто отмена нажимал Что происходит? Опять дракон Будем смотреть Значит Зарев Своя молния Что с гуся вода Для Виви Виви сейчас добьет Новой способностью И вот Когда такие были касты На PS1 То просто Замирали в восхищении Вот это спецэффекты Вот это сквейр Молодцы И урон Кстати Очень хороший Да Великой силой Уже Стал обладать Наш маленький Виви 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 Когда-то просто Неуверенно делал Огонь один. Еще раз. Там с этим котом вообще две целых вещи надо посмотреть. Во-первых, когда мы ему даем алмаз, во-вторых, когда не даем, мы его не убиваем. Там, просто я его леднишкой сразу потушил, но если его просто ударить, по счету, как дрянь себе лезть. Так, все. Я покажу вам это в подшивке, друзья, так как еще может быть 100 боев сейчас с драконами. Поэтому мы с вами 4 пузырька взяли. Это отлично. Все. Эта часть завершена. В подшивке смотрим на кота. Первое. Первое, что будет, если мы вместо алмаза дадим ему по голове. Он скажет. Ну, или как-то так. Мяу, я в ярости! И мочит кометами. Ну, и начинается, собственно, бой с ним. Растекся. То же самое. Один опыт. Три очка изучения. И 7500. А теперь мы дадим ему алмаз. Вот так вы видите, кстати, лечение 3. Красиво. Вот попрошайка. Он говорит. Мяу, мяу, мяу. Я обманул вас. Он мой. Мяу. И. Смывается. Ничего нам не оставим. Вот так. Поэтому. Потом еще кота попрошайку просканируем. Посмотрим, что у него можно украсть. ГHigh-пmiş. При... ПриголOST. Эти режимы. РАЗ ПОДКОЙ ! РАЗ ПОДКОЙ ! ПОДКОЙ ! ПОТКОЇ ! РАЗ ПОДКОЙ ! РАЗ ПОДКОЙ ! ПОДКОЙ ! Гlier agree.